У нас происходит имитация лесного пожара. На данный момент в первой стадии выявлена вспышка. Лесничество оперативной своей бригады приехало лесничество. Эта бригада состоит из трактора с плугом, который проводит опашку для предотвращения и распространения дабового огня. И приехала бригада с ранцами и пожарный модуль, то есть бочка с водой, которая обеспечена помпой и пожарным рукавом. Сейчас мы видим, на начальной стадии, пока пожар не набрал силы, работа этой бригады. Вот трактор проводит опашку в территории, чтобы не предотвращение дабового огня. На данный момент руководительным пожаром является лесничество. Азербайджанского пожар, жил обещания лесничества. Азербайджанского пожарного и железное утро. Мы будем с подвисленной стороны, чтобы очаг не перевислился в досаджение, которое зависло от еще не пройденной пожертвы. Продолжение следует... Другой очаг был потушен силами лесничества. Другой очаг был вызван силами лесгоспу. Сейчас мы выявили третий очаг лесового пожежи, на который вызвали силы СВПЧ-12. Ихними силами будем гасить третий очаг. Мы сегодня находимся на имитации пожара лесного пожара. То, что было подготовлено, взаимодействие наших пожарных специалистов и МЧС. В данном случае была команда получена системой наблюдения о том, что в Новомутинском лесничестве в квартале обнаружен пожар. Выехала бригада, первая выезжает бригада, сразу же лесничество. Трактор выходит, опахивает территорию там, где возможно. Или разделяет его на участки, чтобы локализировать пожар наибольшими силами. Потом ситуация так усложняется. Пожар разгорается, добавляется ветер, другая ситуация. И дело в том, что лесничество уже само не может справиться. Они быстро ведут эту ситуацию, звонят лесхоз и вызывают основную технику, которая есть в лесхозе. В лесхоз приезжает в кратчайшие сроки, пытается навести порядок, так сказать, локализовать. И продолжать тушить. Но видя то, что сами мы не справимся, и для усиления, для полного взаимодействия приглашаем силы МЧС. Да, силы МЧС. МЧС приезжает и, слава богу, совместными усилиями удается локализовать и затушить пожар. Это цель учения достигнута полностью. Взаимодействие было прекрасно отработано. Мы каждый год проводим областные учения с участием МЧС обязательно. И с этого вывода у нас каждый год падает. Ситуация возрастает пожарная, но тем не менее именно горение леса сокращается. Но я думаю, благодаря этим учениям, технике, что мы имеем, мы и видеонаблюдение, и дроны, мы фиксируем ситуацию, мы знаем все то, что у нас дежурный поставил, явно сидит за пультом наблюдательных вышек. Все срабатывает, своевременно покажет. Я думаю, это очень эффективно. Затрата денег мимо не пошла. Затрата денег мимо не пошла.